Цель – дать людям надежду, что существует путь к экономике, основанной на возобновляемой энергетике. Что мы уже идем по этому пути и что придем туда как можно скорее. И что это случится, если мы не опустим руки. Это было начало конца мыльного пузыря Тесла. Я думаю, что компания лопнет. Тесла Model Y – самая продаваемая машина в мире. Она обогнала Toyota RAV4 и Corolla. Двенадцатая версия полного автопилота прекрасна. Скорость улучшений высока. Полный автопилот без вмешательства человека может показать самый быстрый рост стоимости активов в истории. Это больше похоже на разгон акций. Самоуправляемые такси? Разве можно опираться на подобное сказочное предсказание? Если задать неправильный вопрос, правильный ответ не получить. Я считаю, что большая часть капитализации Тесла в долгосрочной перспективе будет зависеть от оптимуса. Я в этом убежден. Иногда появляется кажущийся невозможным продукт, в создание которого не верят даже эксперты. Это один из таких случаев. Наконец-то будущее будет соответствовать будущему. Люди спрашивают, почему он пуленепробиваемый? Я отвечаю, почему бы и нет? Установка систем хранения энергии, в частности Мегапэк, побила все рекорды в первом квартале. Энергетический бизнес принес рекордную прибыль. Эта машина, строящая машины. Завод – наш продукт. Это здание – самый передовой автомобильный завод в истории Земли. Если вы оцениваете Тесла как автомобильную компанию, вы неправильно размышляете. Если люди не верят, что Тесла разработает полный автопилот, им не стоит инвестировать в компанию. Мы это сделаем. Уже делаем. Всем привет! Добро пожаловать на собрание акционеров Тесла. Сперва хочу сказать, черт побери, я вас люблю. У нас самые лучшие акционеры. Это потрясающе, вау! Это прекрасное мероприятие, чтобы обсудить достижения компании и рассказать, к чему мы стремимся. Думаю, это прекрасно. Мы не просто начинаем новую главу Тесла, мы пишем новую книгу. Все, кто наблюдает за Тесла, все понимают. Самое главное, что вы понимаете. Мы движемся в очень, в очень интересном направлении. Очевидно, мы сделали большой прогресс в решении проблемы возобновляемой энергетики. И с электромобилями, и со стационарным хранением энергии, и с солнечными панелями. С точки зрения ценности компании, автопилот – потрясающая вещь. Вы это понимаете, но большинство людей в мире пока не понимают. Например, институциональные инвесторы. Они в основном сидят в Нью-Йорке и не водят автомобиль. Я спрашиваю, вы сидели за рулем Тесла? Пробовали автопилот версии 12.3? Они такие «эээ, нет». Что ж, попробуйте, это того стоит. Если проследить за прогрессом автопилота, и верить, что темп сохранится, мы очень быстро приближаемся к полной самоуправляемости, без вмешательства человека. Да, это… да. Все просто. Более того, я рекомендую всем попробовать. Проверьте, сколько километров вы можете проехать без вмешательств с каждым новым релизом. Все настолько просто. С каждым релизом видно значительное экспоненциальное улучшение. Очевидно, что мы придем в точку, где автопилот будет намного безопаснее, чем водитель-человек. Запомните эти слова, это вопрос времени. Да, я иногда слишком оптимистичен. Но мне не чуждо самосознание. Но если бы я не был оптимистом, ничего этого не было бы. Этого завода не было бы. Мой прекрасный брат, он здесь, его недавно переизбрали… Извините. У нас есть внутряк. Когда мы учились в школе, брат обманывал меня о том, во сколько приедет автобус. Чтобы я не опоздал. Я злился, говорил, почему ты сказал, что он приедет раньше, а он говорил, ну иначе ты бы не успел. Правда, так и было. Я патологический оптимист. С самого детства. Но именно поэтому все это и работает. Нужно быть патологическим оптимистом. Важно то, что в конце концов я выполняю обещания. Будет очень здорово. Я уже упоминал, но я всем рекомендую почитать аналитику Арк Инвест. Это, пожалуй, самый точный анализ потенциала автопилота. Насколько мне известно, анализ Кэти Вуд из Арк Инвест самый точный из всех. Если я правильно помню, они оценивают Тесла в 5 триллионов долларов только из-за автопилота, не считая Оптимус. Да. Да. Пожалуй, я соглашусь с ними. Но еще интереснее будет с роботами Оптимус. Это гуманоидный робот, который сможет выполнять все, что вы захотите. Он может быть вашим помощником, помогать по дому, сидеть с детьми, быть их учителем, работать на заводе. Сколько полезных гуманоидных дроидов-помощников понадобится? А кому не хочется C-3PO? А если C-3PO плюс R2D2 плюс... плюс... было бы круто. Думаю, всем в мире такого захочется. Буквально всем. Конечно, роботы понадобятся и на производствах. Думаю, соотношение роботов к людям дойдет минимум до двух к одному. Определенно один к одному, то есть около 10 миллиардов гуманоидных роботов. Может 20 или 30. Скажем, темп сборки гуманоидных роботов выйдет на миллиард штук в год. Буквально. Если Тесла будет производить хотя бы 10% всех роботов, а может и больше, то мы будем выпускать 100 миллионов оптимусов в год. Для сравнения, автомобильная индустрия выпускает примерно 100 миллионов автомобилей в год. То есть цифры примерно те же. Думаю, при масштабном производстве мы сможем установить стоимость в районе 10 тысяч долларов. Робот будет стоить дешевле машины. Если продавать их по 20 тысяч долларов, при масштабном производстве Тесла сможет только с этого зарабатывать триллион долларов в год. Как-то… как-то так. Думаю, вполне можно себе представить, это вполне реально, что Тесла будет оцениваться в 10 раз выше, чем самая дорогая компания на сегодняшний день. Так что, когда я говорю, что мы пишем новую книгу, я имею в виду самую лучшую книгу. Это следующий, совершенно новый уровень. Но, конечно, важно, чтобы роботы хорошо к нам относились. Теперь позвольте перейти к презентации. Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Как вы могли заметить, мы сильно повлияли на выбросы углерода и сделали большой прогресс на пути к нашей цели, возобновляемой энергетике. Самоуправляемые автомобили окажут еще больший эффект на количество выбросов. Я подозреваю, что пассажирские автомобили, которые сейчас используют примерно 10 часов в неделю, полтора часа в день, начнут использоваться примерно 50-55 часов в неделю, то есть один и тот же автомобиль будет использоваться в 5 раз чаще. Получается, что ресурсы на производство одного автомобиля те же, а использование увеличится в 5 раз. Полагаю, это вполне вероятно. И это окажет еще большее влияние на снижение выбросов. Мы очень заботимся об устойчивом производстве. У нас красивые заводы, и вопреки тому, что пишут в прессе, когда идешь по ним, чувствуешь классный вайб, люди улыбаются и счастливы. У нас хорошо. Так что да. Мы в Тесла, правда, стараемся поступать правильно. Мы, конечно, не идеальны, но стремимся к этому. Наши автомобили водо- и энергоэффективны. И мы стараемся использовать возобновляемые источники энергии для питания заводов, когда это возможно. Мы делаем все возможное, чтобы поступать правильно. Наши аккумуляторы служат гораздо дольше. Ой, у меня в руках тут куча всего. В общем, аккумуляторы действительно работают дольше, что хорошо. Безопасность на наших заводах тоже на высоком уровне. Мы делаем электромобили доступнее. Model Y, например, сопоставима с BMW X3, но фактически ежемесячные затраты на обслуживание значительно ниже. В прошлом году мы стали номер один по электромобилям во всем мире. Да. Да. Что еще? Поздравляю команду Тесла с производством 6 миллионов автомобилей за все время. Парк Тесла становится очень большим. К концу этого года мы перейдем отметку в 7 миллионов автомобилей. Да. Наш завод во Фримонте сейчас самый высокопроизводительный автозавод в Северной Америке. И мы побили предыдущий рекорд по производству, когда завод был Nummi. Довольно дико, ведь у нас огромный автозавод в районе залива Сан-Франциско, и это не самое дешевое место для производства автомобилей. Это и швейцарские Альпы. Но мы по-прежнему делаем отличные автомобили в больших объемах, и это заслуга замечательной команды во Фримонте. Поздравляю их. Многие говорили, что Кибертрак это выдумка, и он никогда не выйдет. А сейчас мы уже доставляем множество Кибертраков. Наш недельный рекорд 1300 автомобилей. Знаете, Кибертрак это действительно что-то особенное. У людей могут быть разные мнения, но если вы хотите узнать действительно ли продукт классный, покажите его ребенку. Дети речь не фильтруют. Например, покажите его пятилетке, или шестилетке, или даже трехлетке и спросите, какая машина им нравится. И это будет Кибертрак. Это хороший показатель. Он выглядит футуристично, и отлично управляется. Он удобный. Это фантастический продукт. Думаю, наш лучший продукт. В нем множество инноваций. 48-вольтовая низковольтная система. Вместо 12-вольтовый. 800-вольтовый привод, крупнейшие литые детали корпуса в мире. Он пуленепробиваемый. В нем много классного. Он может буксировать F350 с дизельным двигателем, а это впечатляющий пикап. А также проехать четверть мили быстрее, чем Porsche 911, при этом буксируя сам Porsche 911. Ну чума же. Да. Если подумать, как часто компании создают продукты, которые вас трогают. Действительно особенные вещи. Это происходит редко, и Кибертрак один из них. Мы также выпустили обновленную модель Tesla 3. Это фантастическая машина, очень рекомендую попробовать. Она действительно отличная, и с учетом экономии на бензине, общие затраты на владение составляют всего 216 долларов, если сравнивать с автомобилями с ДВС. Это отличное предложение, и классная машина. Ну и Model 3 Performance быстрее, чем Porsche 911. Это великолепная машина. Да. Ага. И, конечно, Model Y стал самым продаваемым автомобилем в мире, как мы и предсказывали. В 2022 я сказал, что Model Y станет самой продаваемой машиной по объему продаж в долларах, а в 2023 по количеству проданных единиц, что и произошло. И в этом году он снова станет самым продаваемым автомобилем в мире. Мы также выпустили Tesla Semi. Сейчас идет малосерийное производство, и совсем недавно я утвердил планы на массовое производство Semi. Мы собираемся производить много тягачей Semi. Мы начнем с... Думаю, что с финансовой точки зрения мы сделали большое дело. Фишка коммерческих автомобилей в том, что компании, которые их используют, крайне объективны. Конечно, Semi будет стильный и классный, но что касается покупки коммерческих автомобилей, компании принимают решения, основываясь на цифры, будет ли перевозка грузов дешевле или дороже, чем на дизельном тягаче. И экономически Tesla Semi гораздо выгоднее, чем дизельный тягач. Это очевидный выбор. Если у вас транспортная компания, и вы не используете электрический тягач Tesla Semi, вы просто теряете деньги. Почему вы так поступаете? Вам не нравятся деньги? Ну ладно. Но если все-таки нравится, я рекомендую Tesla Semi. Думаю, эти тягачи будут продаваться в таких масштабах, которые всех удивят, и это будет значимо не только финансово, но и в плане снижения выбросов СО2 и устойчивого развития. Ведь тягачи ездят постоянно, и даже при небольших объемах они оказывают большое влияние на общие выбросы углекислого газа. Конечно, у нас есть несколько новых продуктов, над которыми мы сейчас работаем в тайне. Думаю, они будут довольно особенными. Возможно, сначала люди подумают, что они не так уж и удивительны, но подождите, скоро вы убедитесь в обратном. Так. Наша сеть Supercharger продолжает расширяться. Слухи о ее смерти сильно преувеличены. По правде говоря, мы значительно расширяем сеть, и в этом году установим больше активных зарядных станций, чем остальная индустрия вместе взятая. Просто чтобы вы понимали. Да, мы будем внимательнее подходить к эффективности затрат на установку Supercharger, но, безусловно, будем устанавливать их в перегруженных местах и там, где их вообще нет. Мы планируем потратить еще около полумиллиарда долларов на установку Supercharger в этом году, и это деньги, потраченные не зря. Работа идет. Плюс мы выходим на новые рынки, и в этом, и в следующем году. Тесла должна быть представлена по всему миру, а в некоторых странах у нас либо совсем нет машин, либо их очень мало. Мы хотим, чтобы они были везде. Мы намерены открыть новые рынки в конце этого года или в следующем году. Кроме того, мы открываем сеть Supercharger для других компаний. Это адаптер для старого, довольно громоздкого коннектора. Наша цель помочь другим автомобильным компаниям, если они начали производить электромобили. Мы хотим, чтобы наша сеть зарядных станций была полезной. Мы предоставляем адаптеры и позволяем другим компаниям использовать нашу сеть Supercharger, потому что считаем, что лучше помогать развитию электромобилей, чем создавать закрытую систему. Упс. Какая-то задержка. Мы также много работаем над инновациями в области производства аккумуляторов с ячейками 4680, их производят здесь. Это сложная задача. Существуют целые компании, которые занимаются исключительно производством аккумуляторных ячеек. Но мы добились хорошего прогресса. Во всех кибертраках, которые вы видите, стоят ячейки Tesla 4680. Мы уверены, что 4680 станут самыми конкурентоспособными ячейками с точки зрения эффективности производства. Хотя производство ячеек это действительно сложная задача, пришлось пожертвовать кучей нервных клеток, чтобы наладить производство. Правда. Но это дарит Tesla независимость, особенно если, скажем, геополитическая ситуация изменится. Ну например. Независимое производство ячеек это полезно. Прогресс стабильный. Еще у нас есть завод по переработке катодов, он расположен за основным зданием. Его видно на фото. А еще у нас есть завод по переработке лития в Южном Техасе. Мы собираем все необходимые части системы. Если посмотреть как Tesla проводит переработку катодов и лития, и сравнить это с остальной индустрией, это день и ночь. На нашем заводе можно буквально с пола есть, но я не рекомендую проворачивать такое на других заводах. Это все… Мы следуем вертикальной интеграции и это разумная инвестиция, которая принесет больше пользы, чем многие думают. А эта штука работает? В этом году мы стремимся развернуть огромное количество энергохранилищ. Это гигантский скачок в количестве стационарных хранилищ. Мы движемся к росту в 200-300% год от года в установках систем хранения энергии и стационарных аккумуляторов. Ограничивающий фактор – это наша способность производить больше Мегапэк и Пауэрволл. Сейчас мы наращиваем производство Пауэрволл 3, который станет настоящим прорывом на частном уровне. Любой технологии обычно требуется около трех итераций, чтобы достичь оптимальной версии, и Пауэрволл 3 – это просто эпичный продукт. Мегапэк, я бы назвал эту версию второй итерации, тоже отличный продукт. Следующая итерация – Мегапэк 3, которая появится через пару лет, позволит подключать линии высокого напряжения прямо к устройству, напрямую, без подстанции. Прям вот так. Просто напрямую, и все работает. Это революция для энергетической отрасли типа… типа что? Да, просто подключаешь высоковольтные провода и все работает. Это… это будет круто. Действительно круто. Команда, отвечающая за энергетические продукты, проделала отличную работу. Услуги и другие направления тоже идут хорошо, теперь мы зарабатываем деньги на услугах, и это немаловажное достижение. Что еще? Тесла – это гораздо больше, чем просто автомобильная компания. Мы разрабатываем кучу программного обеспечения. Примерно половина нашей инженерной деятельности – это разработка софта, так что Тесла настолько же софтварная компания, насколько и хардварная. Это очень важно, потому что автомобильные компании обычно не разрабатывают ПО. А это имеет большое значение. Например, наше программное обеспечение для систем хранения энергии, для управления автомобилями, мегапэк, пауэрволл, солнечными панелями и, конечно же, ИИ и автопилота. Программное обеспечение для страхования, обслуживания и ремонта. Плюс Тесла разрабатывает ПО для внутреннего пользования, которое мы называем операционная система Тесла, и оно намного лучше, чем у других компаний, возможно даже лучше, чем у большинства компаний из списка Fortune 500. Внутреннее ПО Тесла гораздо лучше, чем люди привыкли ожидать от автомобильных компаний. Тесла также является мировым лидером в ИИ в реальном мире. Это действительно важно. Тесла опережает Гугл, Мета, OpenAI и всех остальных в сфере ИИ в реальном мире, которые анализируют видео и принимают решения на их основе. Никто даже близко не приблизился к нашему уровню, и мы улучшаем его буквально с каждым месяцем, если не с каждой неделей. Да. Также стоит отметить, что Тесла классно разрабатывает чипы. Чип для ИИ, которые используются в автомобилях, разработали в Тесла. Мы начали с Hardware 3 и затем перешли на Hardware 4 для машин, произведенных в этом году. Сейчас мы закончили разработку Hardware 5, которую мы называем AI5. У NVIDIA, хотя я их очень уважаю, да и у других компаний до сих пор нет чипа, который мы бы скорее установили в автомобиль вместо нашего. Мы начали разработку чипов с нуля, также как и программное обеспечение для ИИ, и сейчас у нас лучшее в мире программное обеспечение для ИИ в реальном мире и лучший чип для ИИ. С нуля. Это здорово. И конечно же они пойдут и в Оптимус. То есть Hardware 4 будет использоваться... уже используется в Оптимусе. AI5, мы перешли от старого нейминга, будет использоваться и в Оптимусе и во всех автомобилях примерно через 18 месяцев. Это поистине ошеломляющая вычислительная мощность и очень энергоэффективная. Это нужно для мобильных продуктов, таких как человекоподобные роботы или автомобили. В дата-центре можно позволить себе потреблять 10 киловатт, а тут нет. Нужно чтобы система была крайне энергоэффективной. Hardware 3 и 4 потребляют всего несколько сотен ватт. Да. Это было трудно. Hardware 5 сможет потреблять до 7-8 сотен ватт, но мощность будет варьироваться в зависимости от сложности ситуации. Например, в сложных дорожных условиях требуется больше вычислительной мощности, а в спокойной ситуации на пустой дороге нагрузка снижается. У людей также. Интересным направлением на будущее может стать возможность использовать всю вычислительную мощность парка Тесла, которая однажды может вырасти до более чем 100 миллионов автомобилей. Если каждый автомобиль будет оснащен киловаттом энергоэффективной вычислительной мощности, это около 100 гигаватт распределенной мощности по всему миру. Типа как у Amazon Web Services. 100 гигаватт это много, и плюс они распределены по свету. Автомобиль не работает в автономном режиме всегда. Может в качестве роботакси по 50-60 часов в неделю, но оставшиеся 100 часов они стоят без дела. То есть 100 часов 100 гигаватт вычислительной мощности, которые как по мне стоило бы использовать. Почему бы и нет? Amazon начинался как онлайн-магазин книг, а сейчас стал потрясающей платформой, где можно купить что угодно. У них было огромное количество серверов, которые не работали на полную мощность. А что делать, если они не загружены? То есть процентов на 10. Нужно открыть Amazon Web Services. В итоге Amazon Web Services приносит больше, чем основной бизнес Амазон. Думаю, у Тесла есть подобная возможность, и со временем она может стать очень значимой. Хотя сейчас это никто не учитывает. Но это может сыграть большую роль. Довольно дико, когда ты идешь по палой Альты и видишь, как мимо проходит человекоподобный робот. Мы сделали огромный прогресс с Optimus за короткий период. От человека, притворяющегося роботом в костюме, до довольно примитивного робота, и наконец до робота, который уже сегодня выполняет полезные задачи на заводе. Сейчас два робота Optimus работают на заводе во Фримонте, выполняя задачи по перемещению аккумуляторных ячеек с конвейера в контейнер для отправки. У нас уже несколько таких роботов. Они ходят по нашим офисам в Пало-Альто. Я думаю, что к концу этого года или в начале следующего мы закончим очередную большую ревизию аппаратного обеспечения. В следующем году мы перейдем к ограниченному производству Optimus. Ограниченное производство для использования на наших заводах. Мы будем тестировать продукт. Ешь собственный собачий корм, или какой там эквивалент в электронике. По моим оценкам, в следующем году на заводах Тесла будет работать больше тысячи, возможно несколько тысяч роботов Optimus. И дальше все будет очень быстро масштабироваться. Мы пофиксим баги, степень автономности роботов будет значительно выше. С ними буквально можно будет разговаривать, давать команды или показывать как выполнять задачу, они будут учиться, наблюдая за вами. Мы дойдем до того, что робот сможет смотреть видео и учиться выполнять задачи, прямо как... прямо как человек. Сейчас много стартапов занимаются роботами, но я думаю, что для них будет очень сложно создать нечто вроде Optimus. Мы столкнулись с тем, что нам пришлось проектировать каждую деталь с нуля. Опираясь на первопринципы, двигатели, редукторы, сенсоры, силовую электронику, систему связи. Абсолютно все с нуля. Мы обнаружили, что цепочки поставок не существует. Несмотря на то, что в мире производится множество электромоторов, не существует цепочки поставок для двигателей, сенсоров и редукторов, необходимых для человекоподобного робота. На этом изображении показано текущее поколение руки и кисти, у них 11 степеней свободы. У следующего поколения будет 22 степени свободы. Робот сможет играть на пианино, это действительно впечатляет. Конечно, как я уже говорил, нужно не допустить сценария терминатора, это очень важно. Безопасность человекоподобного робота крайне важна. Но из-за того, что его разработка требует создания каждого мотора, редуктора, сенсора и силовой электроники с нуля, для стартапов будет невероятно сложно, если не невозможно сделать то же самое. У Тесла лучшие специалисты по электротехнике и механике, особенно в области редукторов, электродвигателей и силовой электроники. У нас есть все необходимые ресурсы для выполнения этой задачи. Кроме того, для робота нужна энергоэффективная вычислительная система, которая уже используется в наших автомобилях и будет интегрирована в Optimus. А еще нужен лучший в мире ИИ для реального мира, а Тесла лидирует в этой области. Чтобы создать действительно выдающегося робота, нужны все эти пункты, а еще нужен большой опыт массового производства. Для того, чтобы робот не стоил сотни тысяч долларов, а был доступен в пределах 10-20 тысяч, нужно проектировать его с учетом производственных процессов и иметь опыт массового производства. По моему опыту, создание прототипов – это легкая задача по сравнению с массовым производством. Условно говоря, производство самое сложное. У Тесла есть возможности для производства, инженерные навыки и софтверное и аппаратное обеспечение для ИИ. Даже самые оптимистичные прогнозы, которые я видел от оптимистов Optimus, недооценивают масштабы того, что этот робот может сделать. Как я говорил в начале презентации, я согласен с анализом ARK Invest, что автономный транспорт оценивается как рынок с капитализацией в 5-7 триллионов долларов. Но Оптимус, на мой взгляд, это рынок с капитализацией в 25 триллионов долларов, буквально. Конечно, я осознаю, что для достижения этой цели потребуется огромное количество работы, это невероятно сложно, но мы очень быстро движемся вперед, и обязательно это сделаем. Спасибо.